С миром! Мы все говорили, заходя в нашу маму, что мы их потеряли в пациенте, нам сказали, что они в Поголовке будут соединиться с людьми, чтобы могли с нами послушать. Мы говорили, что были встречи в 10 часов при школе. Мы пошли в север, где около 1000 человек живет. В общем, это и не мало. Учитывая то, что когда Христос говорил с одной зонарянки, вообще никого не было. Но потом ушел в север. Мы возвещаем истину, забытую нигде там сверху. Сегодня считали так. Храм построили. Молим, что дарить, покупать, что-то как-то будет. Не таким путем все это делается. Христос говорит, идите по всему нюху, проповеду в Евангелие. И кто будет веровать, то есть поймет, что здесь правильное слово говорится. Он будет еще погружен во имя Отца и Семен Садового. А кто не верует первым? А кто нас ждет этого? Мы говорим, ничего не обещать. Кроме того, что кто пришел, получит новое завязание к псалтыру. А в крыщике, что говорится, сайт устроил враг сына. Ну вот представьте, мы считаем, Матвиенко, выбернатор Медитинградской области, женит сына. И дальше перечисляется, какие люди были там и на юге. Они считают себе за честь побывать там. Потому что там выступают бюджетные артисты, которым платят полтора больше миллиона долларов за выступление, чтобы людей привлечь. Но если бы нас пригласили не на Матвиенко, а на свадьбу президента, что он же сын. Кто бы отказался? Ненормальный человек. Но вот, соответственно, в Евангелии никто не пришел. У нас еще один человек пришел сюда. А там я не пришел сюда. И что они стоят и говорят? А один говорит, я купил поле, и меня, прости, мне нет это, извини меня, пожалуйста. Все такие вежливые, культурные, интеллигентные. Мне надо пойти его и посмотреть. Знаете, трудно поверить, чтоб человек купил поле и не смотрел его. Как правило, он смотрит плодородность почвы, засоренность камнями. А тут отговорка одна. И мы дальше увидим, что это была пустая отговорка. А второй человек говорит, прости меня, я пошел. Но я купил пять пар валов. Я купил машину, мне обкакну надо ее делать. Но если ты ее купил, то уже обкакал ее пять пар валов, это лошадиные силы. А третий говорит, извини меня. Я бы пошел, но я жрелся. А раз жрелся, то тебе не надо ходить, цветы давить там под фонарями где-то. Назначать действие. И наоборот свободный совершен. То есть это будет пустая отговорка. То есть на царь разгневался. Каково это царя, когда он знал как Бог. И никто не пришел на этот человек. И тогда царь сказал, идите и зовите всех, кого найдете. Это притча, которая отображается в сегодняшнем состоянии. Людей надо звать. У нас слуги, которые звали, как они. А их вообще в ваших руках не считают. Они выполнили свою роль. Вот мы, приехавшие к нам, являемся теми слугами, которые выполняют первое поверение Бога, Христа. И тогда мы зайдем на брак с Агнесом. Когда наступит вечность, то было сразу, я покажу тебе брак Агнеса. И невеста Христа Церковь приготовила себя. Мы зайдем на брак Агнеса. Кто будет первым в крестнице, он будет вписан в книгу жизни. И никто не пришел. Ну вот, я говорю, что трех-колько человек. Хорошо? Четыре-колько человек. Но если мы сказали, что сегодня здесь будут доделать прибавку по пять тысяч к вашей пенсии, кто придет, добавит, и все время можно на пять тысяч больше получать. Вы думаете, что тут было? Тут бы очередь туда стояла, и давили бы за ограду. За пять тысяч. А Господь дарил им вечности. Или возьмите, если бы было обещано вам здоровье, а те, которые не пришли, или было бы сам находиться в вашей жизни, чтобы вы радовались детьми. А Господь дарил им вечности жизнь. И никто это хочет слушать? Почему? У человека нет навыков. Если ущут человека, он придет. Вот мы были в пуканке, мы тут все прошли. Знаете, такое село у кого-то. И мы в одном месте, в одном доме нашли человека-баптиста. Он такой-баптистый, не худешний. Но он обязательно пришел. Он преимуществен к слову Божьего. Живой в месте пришел. А православные, которые там прошли, пришел один или два человека. Они не нуждаются. Но когда мы были в Елевке, и предварительно с людьми беседовали тамошние, кто к нам размолошен, вырешили обновление, пришло 42 человеку. Видите, какая разница? То есть с вами никто не работал. Если бы в этой местности люди работали по Евангелии, все пришли. Потому что Евангелие нужно еще изъяснять. Я с этой миссией вам и приехал. Разъяснить Евангелие. Чтобы его правильно понимали. Чтобы люди слышали Слово Божьего. Я привез интересный материал. Не очень вижу. Попрошу наших братьев кого-то подойти с хорошей двери. Почитайте здесь. Так, этот материал. Можно вытащить, чтобы я не могу видеть. Вот так. Вы знаете, что умер патриарх Алексеев II. На его место избрали Кирилла. Новый патриарх сейчас. А до этого он был митрополитом смоленским и калининградским. И вот, что он пишет. Послушайте. Выдержка из газеты Труд. От 19 ноября 2002 года. Страница третья. Газета Труд. Она очень известная газета. Не подзаборная желтая пресса. Дальше кавычки открывается. Это его речь дословно. Что он говорит? Вопрос. Среди некоторых священников бытует мнение, что православным не требуется уподобляться протестантам в их навязывании своего вероучения людям. Почему возникают такие настроения? Ответ. То есть ему... Тогда был митрополитом, но его мнение не изменилось. Почему считают так? Что сектанты в двери к двери идут, светили Его, стучат, литературу раздают. А православным ничего не надо. Храм построили, дальше у кадилов выкидали, и он больше ничего не должен делать. Почему? И вот этот патриарх говорит вашему священнику, вашему настоятельному, епископу, он всем говорит. Он говорит слова, к которым надо прислушаться. Это патриарх говорит. Он отвечает. После того, как впервые, в первые годы после краха коммунистической системы, храмы оказались переполнены вновь пришедшими людьми последствия многих десятилетий духовного голода. Могло показаться, что так будет всегда, что достаточно держать двери открытыми, и делать вестиатскую миссию, и будет совершаться само собой. Нет, подождите минуточку. Позвонили в Бурочинный наш с Павловской, и сказал, разрешение вам не давали. Помещение дал вам в Бурочус Семенович, и представители наших... Веч-патриарх, и веч-патриарх, не было, но это веч-патриарх-то! Веч-патриарх, ухлотки! Ну, по-другому! Веч-патриарху! Веч-патриарху! Не слушайте, оставайте, пожалуйста! Веч-патриарху! Кирилло, слушайте внимательно! Нельзя, не отдай! Позвольте, что он говорит! Веч-патриарху! Транцузский позвонил и сказал, добрый день! Веч-патриарху! Запишите! Веч-патриарху? Веч-патриарху! Веч-патриарху! Но вот времена и извилились! Первоначальный голод удалён, и что дальше? А дальше, каждодневный отрок к которому, как оказалось, были Она сейчас привезет, администрация нет, защитила вам. Так, в ту сторону выйдите к детьми, она хулиганит, это безбойщики, это прихожане, которые защищаются. Это они живые демоны, я их считаю патриархами. Кирилл, а не слушайте, не нужен патриарх, у них своя вера придумана. Вера, которая не ведет ко Христу, она ведет к трупу, к однину. Мы считаем, что речь патриарха, я что приехал, нам балтистную речь ждать. Вы знаете, что у нас патриарх, да? Вот он и есть, мы сейчас ваши слова и читаем. Не дала администрация вам места нигде, вам не давали запрет сюда въезжать, вы заехали самовольную. Да, потому что районная администрация запретила вам сюда не являться. Вы понимаете, что ли вы? Нет, потому что позвонили нам срочно, вас вывезли. Сейчас вы разрешили вам сюда приехать в район. Без вас не ехать, без вас не ехать. Кто запрещал, не разрешали вам сюда приехать. Вам не разрешали, приехал глава администрации, товарищ Прахов. Будете отвечать за это. Вы самовольно заняли помещение, дал вам Петр Семенович без разрешения директора. Нельзя. Это было уже обговорено. Это было созвонено с Ниной, с вашей. Было предупреждение. Вы самовольно приехали сюда. Понятно? Она вчера только разрешили, спрашивала. Нет. Она спрашивала. Допустим, самовольно. Ей не разрешили. Нельзя. Это вас как зовут? Нет. Никакой разницы, как меня зовут. Нет. Вы мне что, верите? Я не хочу даже вас видеть. И разговаривать с вами. Понимаете? Постою, постою, постою. Сейчас приеду. Пойдем послушать. Нет. Как вы послушайте и скажите, что говорят. Не надо. Вам не давали разрешение. Да разрешение уже говорят. Вы послушайте. Вы поймите, вам не давали. Вы послушайте все. Вас новой нас довел Петр Семенович Самара Дмитриевна. Вы понимаете этого или нет? Вас просят, вас приглашают послушать. Петр Семенович будет за это нести ответственность, вы запомните. Нет. Спасибо вам. Вы наглые. Вы наглые. Вас никто не приглашал, а вы наглые. Пойдёмте послушать, благоразумный совет послушайте. Ой-ой-ой, какой патриарх? Патриарх Кирилл. Кирилл, ваш патриарх. Патриарх Кирилл. Кирилл, ваш патриарх, мы всё, вы послушайте. Вы послушайте, зайдите, послушайте. Только она не верующая женщина. В вас мы верим. Мы в своём празднике. Не только в урале, как это говорит, но людям слово говорит, в окружении его люди там. Литературная газета 11-18 октября за 2006 год. Номер 42-й, страница 8-я. Вы все это можете сами, не то что сказать, что я от себя читаю или он. Вот я вам называю источник откуда. Газета Труда, 19 ноября 2002 года. И литературная газета от 2006 года, от 17 октября. Православный миссионер в 21 веке. Я только что вернулся из Турции и ездил в Томистан, в Северских соборов. В Константинополь, Никея, Эфес, Халкидон. У меня было ощущение, что это путешествие в будущее России, а не в прошлое. Там разрушено все. И он говорит, это будущее России, у нас одни развалины от России останутся. Никакой веры православной не будет. Это говорит человек, который с патриархом может каждый день встречаться. Надо реально извинуть на этот мир. На тот период все они исчезнут, их нигде не найдешь. Это хулиганство. Она не уважает, сколько людей здесь, ни к кому криваются. В общем, так учат их. Наверное, это называется просто хамство, держать, как угодно. Очень горько видеть руины великой православной, лизантийской и перской цивилизации, которые стали именно руинами. И ни на одном из этих мест Вселенских соборов нельзя было даже свечу православную воскреплить. А там, где взялся приключитель крестица, это приходилось делать с оглядкой на местных жителей, которые через бреши в руинах смотрели на это дело. Так вот, Византия погибла из-за своей миссионерской линии. Те, кто мог быть в детьми византийской инферии и церкви, стали ее палачами. Я имею в виду арабов-мусульман. То есть они могли быть все православными, вот которые взрывают везде, они могли быть православными. Магомед был православным, чтобы монахи сидеть в Апусине. Это говорит диакон, называется миссионер во второго века. Который доклад и патриарху готовил, он самый близкий, вот из всего благословения все написано. Мы хотим показать, что люди здесь не знают православной веры, их идут ложным путем. Истинная вера, она со Христом, во Христе, в любви. Любовь только дает. Мы у вас ничего не просим, мы вам принесли дару в каждую местность, а мы проехали 15 селок. Я даю книги, книги свои, как автор. У меня 38 книг вышло, они здесь привезены. И ваша библиотека с радостью желала получить эти книги. За ними заехал диакон Гураев ко мне в Барнаул и взял все книги. Значит, они ему нужны. Сначала половину взял, потом признал священник. И вашу тоже библиотека хотела взять. Но тут верхнее руководство уже все они, видишь, прилились как. Запретили ей брать. Я бесплатно даю на 10 тысяч 760 рублей. Эти книги я оставляю у Позняковой Тамары Дмитриевны. Теперь они у них будут. Я привез документы. Вот у меня документы, если кто пожелает. Что мои книги находятся в краевой библиотеке, в Шишковке. Двух экземпляров, которые они все до одной получали. Дальше. Документ в Новосибирской областной библиотеке. Я показываю документы, где книги для читателей выставлены. Все эти книги, которые здесь, они не хотят слышать. Почему? Потому что здесь напечатана речь Патриарха. И не нужен Патриарх. Я привез речь и Патриарх. Он говорил, даже умерший Алексей. Я уже полтора года назад говорил, трестит правильно. Троекратные погружения. Меня священник не слушал. Я неоднократно беседовал к лучшим руководным епископом. Он говорит, я их посылаю слушать, а они воруют. Это его слова. Поэтому надо молиться, чтобы Бог дал истинных пастури. Мы сегодня были в каждом доме, дали Евангелие и говорили, люди, верят ли во Христа. Ходите в этот храм, любите вашего батюшку. Но просите, чтобы он занимался вами. Чтобы люди знали Христа по Евангелию. Другого пути просто не существует. Вчера разговаривали с ним, просили прийти, что нас объединяет проповедь, Евангелие. Все знает, но у нас разные методы. Он не сказал, какие методы. Слово методов в Библии отсутствует. Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Разве это трудно запомнить? Идите по всему миру. Что такое идите? Это я. Правой ногой, левой. Это идите называется. Тебе объясняют, что такое идите? Это надо обуться и идти. А слово Божье говорит, обуйтесь до выписывания. Идти проповедовать. А потом, потом рог уста откроет и проповедует. Идите по всему миру и проповедуйте. Что в церкви делается? Стоит на месте, молчалей, лукоп, никому не говорит. Да разве Бог так хочет? Это новое реление придуманное, которое не спасает. Надо разбудить священство, что пришло к народу. Чтобы любили народ. Без любви никто не спасется. Мы пришли к вам судьбой. Мы принесли книги, раздавали. Сейчас Евангелие будем говорить, это все дали. Потому что вы вас любили. И жалеем. Чтобы вам ничего этого не сказали. То, что я считаю, это ни один не считал. Это надо размножить будет. Здесь потом. Команда говорит, размножить я вам. Оставлю. И дать другим. Здесь ссылка все. И в какой книге, на какой странице они у нас находятся. Слушайте внимательно. Что нужно делать сейчас, я как говорит. Иначе у нас одни выявили будут от государства. Дело в том, что арабы веками жили рядом. Приграничные с Византийской империей платили ей дам. Рабы оказались людьми чрезвычайно религиозно талантливыми. Отзывчивыми. И когда у них появился харизматический проповедник Магомед. То они с готовностью пошли за ним. Это миллиард. Миллиард мусульман упустили. У православных такого проповедника пенсионера не нашлось. И то, что за века своего более или менее спокойного возрастания Византийская церковь. Не важно.